Дорогие друзья, всем здравствуйте! Очень много вопросов регулярно приходит от вас о том, что болит шея. Появились однократные боли в шее, регулярно болит шея. С чем это связано? И главное, что с этим делать? Поэтому сегодня этот вопрос я хочу обсудить с потрясающим специалистом, врачом-неврологом, доктором медицинских наук Вячеславом Назаровым. Вячеслав большую часть своей жизни занимается лечением, обследованием пациентов с разными болями в позвоночнике в целом, в шее, в пояснице, даже помогает бороться с головной болью и выполняет уникальный метод блокада под рентген-навикацией. Практически единичные специалисты работают с этим методом. И как раз-таки такой уникальный специалист сегодня с нами. Здравствуйте, Вячеслав! Спасибо, что пришли. Здравствуйте, Ольга! Ну, хочется сразу спросить о самых частых причинах болей в шее. Объясню, почему такой вопрос возникает. Очень часто пациенты говорят, ну вот вы знаете, вот я сидел на сквозняке, и меня продуло, у меня заболела шея. Там лежал на подушке, да, полежал он немножко не так, и вот у меня заболела шея. И потом, не то что один раз посидел на сквозняке, а целый год, да, один раз посидел, а целый год болит шея. Вот. Ну, хотелось бы вот, чтобы вы дали свои комментарии, рассказали на самом деле о причинах, почему же появляются такие боли. Вопрос интересный. Это связано вот этим боли в шейном отделе позвоночника, даже иногда боли из шеи, идущие в область затылка или головные боли, связаны все-таки с изменениями, дегенеративными изменениями в межпозвонковых дисках и в суставах шейного отдела. Дело в том, что как бы природой заложено было так, что голова-то тяжелая, а шейный отдел не рассчитан на то, чтобы человек сидел по 6, по 8, по 10 часов неподвижно перед монитором в вынужденном неудобном положении. В результате этого нагрузка на суставы и на межпозвонковые диски, вот, она становится избыточной. Защитный механизм у организма – это мышечное напряжение глубоких мышц шеи и там средний слой и поверхности для того, чтобы удержать голову в определенном положении. И с течением времени, с течением времени, за счет того, что нарастают вот эти изменения в позвоночнике, появляются боли. А уже дополнительно, скажем там, сквозняк, либо, например, травма шейного отдела, либо хлыстообразная травма во время аварии там или ДТП, они усугубляют эту ситуацию. Вот, поэтому чаще всего пациенты начинают вначале жаловаться на то, что у них болит шея, вот, плюс никто не делает лечебную физкультуру. В советской времене, например, была производственная гимнастика, где люди на производстве, там, швеи, швеи, там, другие какие-то специальности вставали, делали определенную гимнастику в течение 10 минут после этого, дальше продолжали рабочий день. Это было направлено на то, чтобы нормализовать мышечный тонус, устранить избыточный спазм, заставить подвигаться в суставах, там, позвонки, вот. Вот, и чтобы дальше можно было, там, трудиться и работать. Вот, сейчас этого практически нет. То есть у нас иногда, там, опять же, подростки, да, в компьютерные игры, как говорится, залип, и там 2-3 часа его просто не оторвать. Взрослые точно так жили, там, например, бухгалтер, который сидит. Вот, у него, например, годовой отчет, ему там по 14 часов, а некоторые больше, вынужденно сидеть, и там ни до шеи, ни до чего. Вот, поэтому чаще всего это, конечно, изменения и избыточные нагрузки на шейный отдел позвоночника, чрезмерные, которых раньше, там, 20, 30, 40, там, 50 лет назад просто не было. И все начинает изнашиваться. В результате этого возникает, там, либо локальный мышечный спазм, либо ущемление спинномозгового корешка с возникновением острого либо хронического болевого синдрома. Пока так. Отлично. Ну вот, сразу же, у меня сразу такой вопрос возникает. Вот если сейчас у нас очень много сидячих специальностей, да, где люди большую часть рабочего времени сидят, вот что бы вы им порекомендовали? Данной категории работников я бы посоветовал. Во-первых, посетить врача по лечебной физкультуре, которая не просто вам даст картинки, вот, с упражнениями, а именно покажет и проконтролирует, как именно вы правильно их выполняете. И вам необходимо делать эти упражнения, будет либо ежедневно, либо, там, 3-4 раза в неделю, но регулярно, самое главное. Более того, есть такое понятие, да, гигиена труда. Когда вы через час каждый или через полтора встаете и делаете упражнения. То есть, если мы будем подходить, например, да, что шейный отдел – это слабое звено. То есть, вот сидит бухгалтер и говорит, у меня постоянное напряжение в мышцах шеи, в мышцах над плечами, такое впечатление, что у меня там как каменные становятся мышцы. То через каждые полтора-два часа, вне зависимости от ее загруженности, она должна подниматься, делать какие-то вращательные движения в шейном отделе, наклон, то есть, выполнять упражнения по лечебной физкультуре. Можно порекомендовать профилактические, да, там, может быть, раз в три месяца посещение или такой оздоровительный, щадящий легкий массаж шейного отдела воротниковой области, но без каких-то вправлений и так дальше. Это мы говорим для тех людей, у кого особо ничего не болит. То есть, вот это направлено на то, чтобы не болело. А если уже есть боли, то выбрать, наверное, опять же, врач ЛФК обязательно, выбрать время сходить к неврологу, который вызывает у вас доверие, вот, чтобы он вас посмотрел и назначил вам профилактическое лечение, направленное на избегание обострений. И тогда вы сможете совершенно спокойно, вот, длительное время продолжать работать продуктивно, без болевых синдромов. Вот такой совет. Отлично. А вот одно время были очень популярны такие рабочие места, стоячие. Может быть, вы знаете, это видели, да, активно их продавали в интернете. Такое рабочее, вертикальное, по-моему, рабочее место оно называется, что человек стоит, и как бы там есть стол, что ты можешь там записывать видео условно, писать, читать, вот в таком положении. Как вы к этому относитесь? Вот мне очень интересно, потому что сейчас регулярно на эту рекламу это попадается, и всегда такое вот какое-то двоякое ощущение. Нужно это или все-таки нет? Дело в том, что уже доказано, что нагрузка на межпозвонковый диск в положении стоя меньше, чем нагрузка в положении сидя. То есть, когда мы думаем, что в положении сидя у нас давление на межпозвонковый диск меньше, когда мы стоим или ходим, это заблуждение. И получается, что стоять-то более полезно, чем сидеть. Более того, ты долго в одном положении не сможешь простоять, ты постоянно вынужден, будешь там все равно перемещать центр тяжести, там переминаться с ноги на ногу. Поэтому, если мы говорим для пациентов с проблемой или со слабым звеном в области шейного отдела позвоночника, то у них вот это стоячее рабочее место может давать избыточную нагрузку на поясницу. То есть, он не сможет стоять, например, без того же самого поясничного корсета. Поэтому здесь надо посмотреть. То есть, есть люди, для кого это будет действительно идеальным вариантом, а есть люди, для кого это будет просто неприемлемо, но у него, например, удобный стул с поддержкой поясницы, например, физиологичный. Есть же еще другие места, когда мы сидим, получается, не на ягодицах, а там такой упор идет на голень. Там получается вот так, как бы таз в воздухе. Поэтому положение стоя, не всем это подойдет. Вот, дорогие друзья, это ответ Вячеслава говорит вам о том, что обязательно нужно посещать врача и, соответственно, получать квалифицированную медицинскую помощь, а не просто что-то пойти, купить и заниматься самолечением. Не все так просто. Ну, все-таки давайте возвратимся к боли в шее. И хотелось бы узнать у вас, какие есть методы обследования, методы лечения данной патологии, потому что вы ежедневно сталкиваетесь с этой проблемой. Для пациентов с болью в шейном отделе позвоночника наиболее информативно будет магниторезонансная табография шейного отдела. Могу как бы сделать добавку. Некоторые пациенты, у кого болит шея и болит голова, они всегда делают еще либо дуплексное сканирование сосудов головного мозга, либо ультразвуковую дуплерографию. Так вот, при болях в шейном отделе этого исследования в принципе делать не обязательно. Вот МРТ, да. И второе исследование, это может быть рентген шейного отдела с функциональными пробами. Но опять же, мы здесь смотрим. Если пациент, скажем так, молодого возраста, девушка молодая, например, не рожавшая, то я бы рентген не назначал, а назначил МРТ, потому что это безопасно, безвредно, это отсутствие лучевой и всяких других нагрузок. Поэтому оптимальное это именно МРТ шейного отдела и никак не компьютерная томография шейного отдела позвоночника, потому что там практически огромная лучевая нагрузка и, скажем так, этот метод исследования менее информативен, чем МРТ. Поэтому для меня всегда это выбор МРТ, шейного отдела. Только томограф должен быть хороший, либо полтора Тесла, либо три Тесла. Вот это будет иметь большое значение. Потому что некоторые пациенты делают там на 0,1 Тесловой томографе, 0,3 Тесловой, какие-то вот рудименты, не знаю. Но эти томографы еще работают. Поэтому должен быть хороший томограф и именно МРТ. Отлично. А какие методы лечения вы сейчас рекомендуете пациентам? Ко мне обычно приходят пациенты с хронической болью, которым никто другой не смог помочь. То есть пациенты, например, обращались в несколько медицинских центров. И вот им провели правильное лечение. То есть там и препараты были, и витамины были, и хондропротекторы были, и физиотерапия была. Но до источника боли так и не смогли добраться, потому что, например, те же самые посеточные суставы, либо грыжа диска находятся глубоко. Вот. И даже некоторые методы остеопатии, либо мануальной терапии, не решают данную проблему. Здесь может помочь именно выполнение облака под рентгеновигацией, вот, которая позволяет подойти к источнику боли. И у меня есть сейчас хорошая наработка по лечению даже пациентов с шейным дискогенным радикулитом, когда боль выраженная, острая, из шейного отдела стала отдавать в руку, там, в надплечья. И вот именно выполнение как раз под рентгеном блокад позволяет полностью устроить болевой синдром. У меня даже на моем YouTube-канале есть отзыв пациента с болью в шее и в руке, вот, который через месяц болевой синдром ушел в ноль. Вот. И таких пациентов достаточно много, вот, и чем чаще я с ними сталкиваюсь, тем более эффективно, получается, могу помочь, потому что эти пациенты ходят по центрам, по врачам от одного к другому, и им никто не может помочь. Вот. Отлично, спасибо большое, дорогие зрители. Если у вас остались вопросы, вы хотите получить помощь, получить консультацию, страничку на Вячеслава, ссылку на страничку Вячеслава Назарова я оставлю в описании под этим видео, обращайтесь и обязательно получайте квалифицированную медицинскую помощь. И хватит мучиться от боли, хватит страдать. Пока-пока и до новых встреч. Пока-пока и до новых встреч.